Первое. Минеральная вода для артиста только без газа. Второе. Про достопримечательности города не спрашивать. Такое пожелание высказал администратор группы «Звери» перед пресс-конференцией. Сам Рома Зверь ответил практически на все вопросы, но главной темой интервью был новый альбом группы. Здравствуйте. За пару часов до концерта солист группы «Звери» пообщался с журналистами. Рома рассказал о своем новом альбоме, релиз которого назначен на 12 декабря. «Пластинка» — это первый альбом, который у нас не будет представлен на физическом носителе, то есть на CD-диске. Вполне возможно, что к январю мы выпустим, может быть, ограниченный тираж винила этого альбома. И все. Я просто сам по себе замечаю, что музыку на CD-дисках я не слушаю даже в машине, потому что проще купить кабель к телефону или через Bluetooth подключиться к колонкам машины, и через телефон я все слушаю. В принципе, и скачиваю музыку я тоже через приложение, и вся музыка у меня находится в плеере телефона. Поэтому сам CD-диск он уже не актуален. Альбом будет называться «Один на один». По словам Ромы Зверя, в него войдут исключительно лирические композиции. Веселых песен, характерных для этой группы, на этот раз не будет. Помимо этих песен, ну, еще написались какие-то веселые песни. Их немного оказалось, но при составлении плейлиста, скажем так, вот альбома, я посмотрел, что вот несколько веселых песен, таких в классическом понимании, в классическом исполнении группы «Зверя», они туда не клеятся, и выглядят они очень там странно, как белые вороны. Поэтому я решил просто эти песни не включать именно в этот альбом, а мы их обязательно издадим либо на следующем, либо синглами. На вопрос, для какой публики был написан этот альбом, для давних поклонников или для новых слушателей, Рома ответил. Я для себя этот альбом взял. А слушателей кто будет по вашему делу? Мне абсолютно не важно, кто будет слушать. Что еще Роме не важно, а чем он наоборот дорожит, узнаете из полной версии интервью артиста. Смотрите программу 9 ноября в 18.15 на Национальном телевидении.